Санья Бэй Пойдемте посмотрим Но начну я не с этого номера, а с президентского люкса Я думаю, всем интересно посмотреть, как же живут президенты, когда приезжают в такие отели Ну или звезды Наш номер находится на 12 этаже Вид с балкона вы уже видели Там стройка, отели и море Море видно С другой стороны вторая секция отеля Какие-то коттеджи и возле гор видно аэропорт До него, кстати, совсем недалеко Что-то около 20 юаней на такси Нихао Я обычно живу в отелях попроще Намного проще, но в этот раз исключение Поэтому обращаю внимание на все, что мне непривычно Например, живые орхидеи в коридорах Ни разу не видел Это живая Вид с самого верхнего этажа на внутреннюю часть Снизу под стеклом находится центральный холл Лобби и ресепшн Ресепшн А это очередь, чтобы посмотреть Самый дорогой номер гостиницы Пока я сейчас буду по нему ходить Можете подумать, сколько он примерно стоит Ну хотя бы примерно Сказали при входе разуваться Для нас это логично, но в Китае обычно не разуваются И при входе в квартиру, и в номер Так что это необычно Итак, президентский люкс для людей с деньгами За ажурной перегородкой находится кабинет с рабочим столом На полке книги Книги чисто для украшения интерьера Не более того, это бутафория В столе интересно, что... Библия? Нет, конечно не Библия, но я не знаю, что это за книги Здесь же в рабочем кабинете есть какая-то барная стойка Раковина и кофеварка Далее идет спальня с огромной кроватью Это так называемый кинг сайз А может даже и больше На против кровати большой телевизор По моим прикидкам дюймов 55-60 где-то В спальне также имеется гардеробная Что интересно, с гладильной доской и утюгом Откройся! Надо над ним потрясать И спальня дверь есть в санузел С туалетом, душем, двумя умывальниками И огромной круглой ванной Но ванна это фигня Тем более без гидромассажа На огромном балконе есть настоящий личный бассейн Тут и подсветка, и гидромассаж И отличный вид на бухту Санья И это был бы не президентский номер Если бы не было большого стола Для переговоров и застолья Комната также практически не отгорожена От центрального холла Имеет яркую, красивую люстру И есть кухня Кухня с отдельным входом Скорее всего для того, чтобы обслуживающий персонал Утречком яичницу мог пожарить И вмешать спящим Холодильник Сименс с мини-баром Набор точно такой же, как у нас в номере Кухня и банкетный зал Давайте еще раз пробежимся и подумаем Сколько это может стоить Рабочий кабинет Спальня Роскошный санузел И собственный бассейн с великолепным видом Климат контролируется с помощью настельных панелей и пультов управления В обоих туалетах есть кнопка SOS Телефон и климат-контроль для попы Да Ну там воздух, струя Ежедневная смена белья Уборка, фрукты и другие услуги Я не знаю, какие услуги есть конкретно к этому номеру Возможно, трансфер на лимузине из аэропорта и назад Не знаю Ну сколько? Сколько? Как вы думаете? В ресепшене написано, что он стоит что-то 28 тысяч рублей в сутки По-моему, 28 280 тысяч рублей за номер в сутки Доброе утро Я понимаю, что никогда не смогу себе такое позволить Но я могу себе позволить позавтракать Завтраки у нас включены в стоимость проживания Кстати, при бронировании обратите внимание на этот пункт Есть с завтраком, есть без При отеле несколько ресторанов И на завтраке можно ходить минимум в два Вообще, об отелях Виндхэм я впервые услышал о своей жене Ее компания на Рождество вводит своих иностранных сотрудников в рестораны Именно вот, ну не этого отеля, а этой сети отелей Я наслышан про вкуснейшие брауни, чизкейки В горле аж пересохло что-то Что там, мороженое и рыбу с сыром Еще Лена говорила, что дают суп из акулих плавников Поэтому еще до первого прихода на завтрак я уже знал, что как минимум десерты здесь должны быть вкусные А суп из акулы? Экс-сопли Ооо, ну это слова мои шины Я давно живу в Китае и мне не хватает вкусных десертов Китайские десерты есть вкусные, конечно, но они сильно отличаются от наших И я скучаю Очень соскучился по нормальным пончикам, булочкам Рулетикам, пирожным и всему-всему остальному Ну, вот для меня вот это увидеть в Китае что-то нереальное А еще здесь есть свежевызвытые соки из огурцов, арбузов и других ягов и фруктов Приятного всем аппетита, да? Отель большой, но залы в ресторанах тоже большие, чтобы обслужить всех этих голодных постояльцев В некоторых отелях завтраки очень ранние, а в этом, если не ошибаюсь, до полодиннадцатого что ли, ну могу ошибаться, но очень долго, поэтому все успевают поесть без очередей, давки, в спокойной обстановке Булки в Китае вкусные, это для меня просто очень неожиданно было Пляжный автобус возит постояльцев бесплатно до пляжа, хотя до него всего лишь 200 метров Может в какое-то специальное лакшери место, не знаю, не ездил А это центральный холл отеля А для любителей мороженого есть дорогущее, просто очень дорогое американского бренда с каким-то таким псевдо-гидатским названием, которое я никак не могу ни запомнить, ни выговорить А для выходцев СССР есть гостовский пломбир за 28 юаней палочка Не удивляйтесь, ценам это лобби пятизвездочного отеля Для сладкоежек есть пончики, тортики пирожные и другие растолстители, увеличители булок и живота Но я сегодня на завтрак уже наелся булок, теперь и воду с витамином С Видите, лимончики плавают Поесть, попить и выпить можно, сидя на множестве кресел и диванов со столиками Любуюсь, либо на бассейн, либо на потолок Красивая, интересно сделана Это справа стойка регистрации, магазин дорогих имиджевых вещей Побрякушки, часы, например, и караоке-кабинки Выступ сверху здания это бассейн в президентском номере, который вы уже видели А вот здесь снизу есть ресторан морепродуктов, но заглянем чуть позже Территория отеля не очень большая, но все, что нужно, есть, в том числе и русские постояльцы Привет! И здесь достаточно много, даже если не брать во внимание нашу большую поехавшую компанию На территории есть бассейн с пулбаром, а вокруг бассейна лежаки и столики Ну, понятно, можно купаться и наслаждаться едой, питьем Но прыгать в бассейн запрещено, так как глубина всего 120 сантиметров И, в принципе, детям тоже можно купаться здесь, но специально для детей есть детский бассейн и площадка И даже есть песочница и качели А это, 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 это... Это место просто рай для тех, кто любит полежать в ванне на открытом воздухе Пойдемте внутрь, скоро обед В холле отеля предлагают различные услуги, например, можно снять яхту Дорого, но, в принципе, если скинуться, там, по-моему, на шестерых яхт или на 10 человек снимается Один из ресторанов отеля Утка по-пекински вижу есть И губа жоу Губа жоу – мое любимое блюдо китайской кухни, поэтому этого мне уже достаточно Борщ есть Борщ есть Завидуешь? Нет Подрумка вот эта аппетитно выглядит Даже ты свежей полочкой Понравилось? Есть что выбрать? Ресторан сертифицирован на категорию B Это средний уровень, высшая A На картофель немножко по вкусу похоже Общий стол заказали кто что хотел И, конечно, пельмени Я не по локациям интересным не высвечиваю А я заказал боба жоу Есть слегка-слегка уловимый запах уксуса Блин Вот оно Сладко Это свой любимый блюдо Короче, это утка Все, это утка и стол Утка и стол Утка и стол Не стоит? Я еще поем Я жду еще с крабиком попробую Просто жир Жир Заказали пельмени с клеткой попробовать Очень сочная, вкусная Здесь целая клетка, но маленькая Мы только родилась, ее садбрали сразу Пельмешки неплохие Рыбка в кисло-сладком соусе Вот все, что в кисло-сладком соусе у них удается неплохо Мясо Один день менее вкусно, другой день более вкусно В один день хорошо одно блюдо приготовлено, в другой день другое Поэтому тут не угадать Рыбный ресторан с живыми ингредиентами Черепах пробовали? Я не знаю кто это Может Омар Лангус Я не очень разбираюсь вот в этой дорогой живности Ижи креветки, медведки, акулы, угри Все это здесь есть Ценник не низкий, как и во всех подобных ресторанах А вот это вот наверное Омар С большими клешнями Я думаю Омар Пишите в комментариях, если я не прав Большую часть всех этих существ я не пробовал и даже не знаю кто это Также я не знаю в какой из этих ресторанов могут доставить приготовленного омар Поэтому врать не буду, просто показываю интерьеры Все рестораны оформлены в разных стилях, с разным меню и для кошельков разной толщины А вот в этом мы несколько раз обедали Даже Бургер Кинг есть Из еды есть все В большинство из этих ресторанов можно зайти с улицы, минуя отель, то есть не только постояльцы могут в них питаться Давайте посмотрим, что есть еще вокруг Сразу входы для аренды предлагают велосипеды Отель имеет два крыла и между ними внутренняя территория с бассейнами Рядом есть рынок и магазин и даже дом престарелых Сразу углом стоянка для электробайков По территории города нельзя перемещаться на бензиновых мотоциклах только электро И тут же риэлторское агентство Из окна нашего номера видно вот эту стройку Харбор Сити называется Застройщик Кантри Гарден Это конкретный издец 80 квадратных метров за 5 миллионов 600 тысяч юаней Очень кстати, сниму сейчас 90 миллионов рублей и куплю квартиру в районе Сяо Дон Хай От большого к маленьким В отеле где-то есть большой детский игровой клуб, но пока я его не могу найти Нашел вот что-то в китайском стиле Когда мы приехали в Китай и дети были совсем маленькими Они тащились вот от этих всех игровых автоматов Примерно вот такого же возраста были наши дети Сейчас конечно они уже выросли, покитаялись, но только штанишки с разрезами так и не поносили Не настолько китайались В отеле есть кинотеатр с попкорном и мягкими диванчиками Именно диванчиками, не креслом Маленький такой уютный кинотеатр Еще есть спортзал, парикмахерская, спа-салон и многое-многое другое Что-то включено в стоимость проживания, но большая часть нет Почти все есть на территории отеля или рядом, далеко ходить не нужно Адрес отеля, ну на всякий случай еще в описании добавил полный адрес и ссылку на букинг, вдруг вам понравилось В подземном этаже есть супермаркет, цены на некоторые товары даже ниже, чем в некурортной зоне Например, Кока-Кола оказалась ниже, чем в супермаркете возле нашего дома Вот так вот выглядит отель вечером со стороны дороги Красиво подсвеченный, ну здесь вообще все подсвечено для того, чтобы привлекать внимание Но я же вам еще не показал номер Добро пожаловать дорогой друг На букинге этот номер стоит 600-700 юаней за ночь В рублях это от 6000 по курсу на конец 2019 года В номере две полутора с палки Умывальник, освещение по всему номеру есть и общее и точечное Есть душ и туалет конечно же А вот такой смещитель ни разу не видел Прикольно сделано, как коробка передач А еще ни разу не видел вот такого вот стекла Смотрите Прозрачная Прикольно, да? Непрозрачная, прозрачная Прозрачная, непрозрачная Зубные щетки каждый день приносят новые, если старые распакованы То есть предполагается, что зубная щетка на один день И бритвы одноразовые, также всегда две нераспечатанные Но я привык одной бритвы несколько раз бриться Поэтому здесь их сейчас четыре уже В шкафу есть сейф Тапочки, халаты И сумки с символикой отеля Ну, чтобы халаты и полотенца можно было унести Не домой конечно, а на пляж Туалет, душ, все с дырками, все с вентиляцией, все без звукоизоляции Если так получилось, что вы стесняетесь человека, с которым живете в номере, то можно еще закрыться зеркалом В комнате есть место для хранения чемодана, но два чемодана не входят Телевизор, стол, балкон, ну балкон вы уже видели утром Вот такая вот красота вечером И ванна на балконе В нашей комнате есть очиститель воздуха, лампа Wi-Fi отлично ловится в номере Но не забывайте, что в Китае многие сервисы заблокированы, в том числе YouTube Так что позаботьтесь о доступе заранее Стул, мусорка Одна в комнате, другая в туалете Интересно, что здесь Еще не смотрел Здесь это наверное меню А здесь ничего нет Постелька, манящая кровать Сейчас лягу спать Халат сложили во время уборки Каждый день ставят новую воду и моют кружки Есть кружки, стаканы, бокалы, чай, сахар Мы этим не пользовались, не знаю как часто меняют Есть еще мини-бар, как в всех нормальных отелях Только в некоторых есть еще ценник на двери, а этот без цен Нет, это не входит в стоимость отеля, это мы мини-бар сами пополнили У уборщиц есть прикол Если провода оставили где-то на столике, они их все скручивают Вот стоит только забыть Еще есть мини-кухня, прям как в президентском номере, только без отдельного входа Так что готовить придется самим Выключатель есть у койки и сразу у входа Спустя неделю впечатления от отеля такие же, как и в первые минуты Какая она мягкая Классно Вообще супер Слушай, один у вас